МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как российских олигархов, спонсоров режима, буквально пинками под зад гонят из Европы? До чего довели бюджет страны Путин, Патрушев и компания? Когда в России могут начаться алкобунты? И кто же разворовал хваленые запасы российской армии? Про все это сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Путин с Патрушевым, старые маразматики и все те, кто до сих пор досматривает их, воюя против Украины, проели в бюджете РФ огромную дыру, которую срочно надо латать. А делать это будут, естественно, не с помощью олигархов, а за ваш счет. Например, в Москве на 9% повышают коммуналку уже в декабре. Ну а с нового года веселье начнется по всей России. Цены подскочат на алкоголь, сигареты и даже на топливо. Насколько больше вам придется платить и к чему это может привести? Давайте посмотрим. Водки выпил на копейку, а дури прибавилось на рубль. Эта народная российская мудрость из года в год помогала Кремлю и лично Путину удерживаться при власти. Лишь взглянув в глаза российских избирателей, массово сгоняемых на очередной провластный митинг, становится понятно, что без 100 грамм на такое мало кто из присутствующих бы согласился. В России водка – это кровь патриотизма. Так сложилось исторически. Водка помогает справляться, она сглаживает вот эти вот социальные проблемы. Выступает, если хотите, таким социальным лубрикантом, социальной смазкой. Когда смазка заканчивается, то механизм начинает трясти. Полупьяный, полуголодный и полностью обнищавший. Так выглядит истинный портрет путинских избирателей. Им плевать на западные санкции, опустевшие полки магазиновый аптек и отсутствие водоснабжения в их покосившихся домах. Главное – залить горе на дне стакана и с чувством выполненного долга уткнуться в телевизор. Владимир Владимирович Путин, это я, Тагусинского района, Беляш. Ну, звать меня Димка Буханицов. Пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были. Да, просто прошу тебя, родной, прошу тебя, прошу. Я даже могу покреститься. Пожалуйста. Так бы от бутылки до бутылки и жила российская глубинка, если бы экономика РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину не начала трещать по швам. После отказа цивилизованного мира от путинского газа и нефти наполнять госбюджет России стало нечем. В итоге правительство решило подзаработать на самых лояльных к нему гражданах, в очередной раз повысив акциз на алкогольную продукцию. Увеличение акцизных ставок с 1 января отразится на повышении цен на алкогольные напитки, вино, шампанское, пиво, спиртосодержащую, пищевую, виноматериалы, эмульсии, суспензии и другое, и непищевую, парфюмерию и косметику, продукцию с содержанием спирта более 1,5% объема готовой продукции. Казалось бы, в пору вспомнить старый советский анекдот, в котором у отца спрашивают, будет ли он меньше пить после очередного подорожания водки. На что глава семейства резонно замечает, что пить он не перестанет, просто будет меньше есть. А если серьезно, то на еду большинства российских граждан, фактически живущих за чертой бедности во внищалой стране, денег давно нет. Когда на столе появляется водка, то неважно, что там за еда, она из еды сразу становится запустью. Люди, которые нуждались в том, чтобы не думать об этом, они просто очень разозлились, что им не дают их недорогое доступное средство для забытия. Кроме цен на водку, которая, по словам некоторых экспертов, может подскочить и на 30%, протрезвевших на утро от новых цен россиян, ждет еще много сюрпризов. Рост акцизов приведет к повышению стоимости табачной продукции, легковых автомобилей и мотоциклов, бензина и дизельного топлива. Даже газировка в магазинах и ТАСС января 2023-го ощутимо подорожает. Ощущение подорожания всего акцизного, ощущение глупости государства, слабости государства, ошибки государства приведет к ожиданию того, что оно рассыпется. И это ожидание вполне может стать самосбывающимся пророчеством. И на этом беды простого русского народа не закончатся. Адепты русского мира, пачки курева и чекушки вскоре могут столкнуться с серьезным дефицитом основных товаров их продуктовой корзины. Не исключено, что это будет одной из причин, которая сломает хребет русскому медведю и послужит важным фактором в окончательном распаде империи. Из-за санкций с полок магазинов начнет пропадать сперва элитный алкоголь, а потом и старая добрая водочка. Известные российские издания бьют тревогу. Заканчивается элитный алкоголь в магазинах. В России перед Новым годом заканчиваются запасы популярных брендов и их не смогут пополнить до Нового года. Беда, ребята, в России беда. Смех смехом, но повышение цен на алкоголь, табак и топливо в такое тяжелое для Путина и его окружение время, а ни для кого не секрет, что популярность гаранта российской конституции после 24 февраля неумолимо падает, может сыграть 70-летним пенсионерам злую шутку. Водка – это вам не хлеб и картошка. Без нее народ при такой власти точно не выживет. А вот на масштабный бунт, возможно, россияне и подымутся. В то время как с голубых экранов и высоких трибун вам в России рассказывают, что все более-менее хорошо, по плану и цели будут достигнуты, на самом деле власть не смогла обеспечить мобилизованных хотя бы элементарным снаряжением. На войну вас и ваших родственников отправляют буквально в тапочках со ржавыми автоматами. И это при том, что закромата Родины на бумаге были полны, склады забиты, рапортовали генералы. Куда же все это делось? Ответы в сюжете. Могилизация в РФ в действии. Как и чем снаряжают мобиков на войну против Украины? И почему в Росармии стало туго с обеспечением военных? Если с голубых экранов и высоких трибун в РФ все по плану, то на самом деле дела не очень. В отличие от социальной сферы, от образования, от медицины, армия всегда была гордостью режима Путина. Армия всегда выставлялась как главный критерий эффективности режима Путина. Но тем не менее там оказалось, что все, мягко говоря, вообще не так, даже приблизительно, как это все проходило по платежкам. Мобиков начали одевать в форму убитых или раненых. В карманах формы мобилизованной находят личные вещи предыдущих владельцев. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация. Тем временем экипировку, поступающую в так называемую ЛНР, можно приобрести на местных рынках. Россия уже давно не может обеспечить необходимым снаряжением всех мобилизованных на войну против Украины. И ситуация только усугубляется. Нет одежды, нет формы для военных. Это о руководстве. Так как относится военное и политическое руководство к солдату, который голый, босый и не снабжен никаким оружием, это то, что в отношении к человеку в России всегда было обесценено. Новобранцам могут выдать обувь и форму значительно большего размера, да еще и бросаясь ими по голове, прямо как на этих кадрах. Это в сети появилось видео, которое снял один из россиян. Вот так мобикам выдают сапоги 45-го размера, хотя те просят 43-го, а также форму на 8 размеров больше. Мужчина, который раздает снаряжение, не подбирает слов, матерится и бросает вещи прямо в голову новобранцам. Мобилизованные на войну против Украины оккупанты уже давно жалуются на плохое обеспечение. Да и стать пушечным мясом вполне реально, ведь их отправляют на передовую в прямом смысле с одним автоматом на двоих. Сводка Генштаба ВСУ. Российское военное командование имеет проблемы с материальным обеспечением, обеспечением мобилизованных. От мобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой. У большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы, одежды и снаряжения. И все это при том, что в РФ и готовятся к новой волне скрытой мобилизации. При этом при всем снабдить нужным имеющихся новобранцев не могут, не говоря о будущем составе. Я крайне удивлен мобилизацией в РФ. Обычно на военных складах хранятся хотя бы форма для солдат, но они не смогли одеть 100 тысяч человек, которых отправили на фронт. Они точно не смогут мобилизировать миллион россиян. А это еще одна история, как у мобиков под угледаром не оказалось зимней формы. Оказалось, что российским мобилизованным, которых бросили в один из районов Донецкой области, не выдали зимнего обмундирования. Там сейчас температура минус 2 ночью. Некоторые сходят с ума и фактически подписываются на участие в этих наступательных местных волнах, чтобы быстрее прекратить свои мучения. Или вот еще мобиков из Омска заселили на полигоне в палатке со сломанными кроватями, обоссанными матрасами, сломанной печкой и порезанными тентами. Следующая палатка, печки, все сломаны, срача, не меря. Все разломано, все кровати сломаны, воняет мочой. И мало того, что Минобороны подсовывают мобилизованным дырявые броники, форму и каски, а большинству их вообще не хватает. В Российской Федерации к людям относятся как к расходному материалу, как к чему-то, что не требует какого-то особого внимания. Поэтому их особо вооружать, тренировать, тем более одевать или оснащать бронежилетами особо не нужно. Все равно они должны умереть во имя империи. Так теперь в РФ и выдумали, кто может все это отшивать бесплатно. Росвласти заставили студентов 143 колледжей шить для захватчиков снаряжения. То, что происходит в России сегодня с пошивом, укомплектованием так называемых мобилизованных, свидетельствует о том, что стратегического планирования в России нет. Они действуют совершенно хаотично. В британской разведке отмечают, что оккупанты вынуждены сами покупать снаряжение. Вряд ли до Нового года РФ успеет одеть и вооружить, подготовить 200 тысяч мобилизованных. Их собрали, но не знаю, что с ними делать. У них экономика не способна это выдержать. Все это – следствие коррупции в армии и плохой логистике. Конечно, в основе проблем российской армии лежат все поглощающие российские коррупции. Было бы странно рассчитывать, что в стране, на которой коррупция достигла настолько выдущихся масштабов, именно в армии что-то будет принципиально отличаться от всех других общественных сфер. Конечно же, в России все то же самое. Армия страны-агрессора уже давно системно разрушила себя изнутри. Она полностью прогнила и погрязла в коррупции. Гниль охватила российскую армию полностью. От верхушки до низших чинов. Вся российская власть прогнила насквозь. Это сплошная коррупция и отсутствие лидерства. Издание «Политика» опубликовало целый материал, где показало обратную сторону не до второй армии мира. Это и просроченные пайки для российских солдат. И неудивительно, ведь на тендерах по питанию армии действует картель, подконтрольный приближенному к Путину Пригожину. Очень хороший человек. Еще один момент – дефицит топлива. Его в Росармии системно разворовывают. Называют второй валютой солдат. Устаревшее оружие, новые технологии недоступны России из-за коррупции и хищений. И непрозрачность оборонных закупок. Миллионные контракты получают фиктивные фирмы и не выполняют их. Ну и, наконец, доходы высших должностных лиц оборонки превышают официальные. Они заинтересованы в увеличении оборонных бюджетов, что повышает их откаты. Коррупционная лояльность к лидеру побуждает передавать только хорошие новости. Да что уж там говорить. Весь образ российского солдата сводится вот к такому. В лучшем случае 45-е сапоги вместо 41-х. Дырявая каска, ну и ржавая винтовка одна на двоих найдется. Состояние мобилизованных, вот этих самых так называемых чмобиков, частично мобилизированные граждан России, это еще и вопрос традиционного российского отношения к человеческому ресурсу, к собственным гражданам и людям вообще. То есть очевидно, что их призывают только как пушечное мясо, как одноразовых людей, которые призваны раз или два сходить в атаку, умереть и, собственно говоря, на этом все. Но ничтожность и ущербность мобиков никуда не денутся. Я Маташов Олег Анатольевич, рядовой, 65-го года рождения, в городе Новосибирске. Прошу правительства России поменять меня на Херсонского енота. Еще до введения эмбарго на импорт сырой российской нефти Путин умудрился потерять 90% рынка сбыта в Европе, который для Кремля, между прочим, являлся ключевым. Такая вот цена российского вторжения в Украину. Как это все отражается на бюджете и вообще российской экономике? А значит, на каждом из вас. Давайте посмотрим. Российская Федерация уже потеряла 90% нефтяного рынка Европы. И это еще за две недели до начала действия санкций, сообщает Блумберг. Европейский рынок является для Российской Федерации ключевым. И вот что потеряла Россия в цифрах. В начале февраля Российская Федерация ежедневно отправляла более 1,2 миллиона баррелей нефти. А на 18 ноября за последние 4 недели в Роттердам отправлялось 95 тысяч баррелей в день. И все более или менее крупные потребители уже активно нашли альтернативу поставкам. Санкции на сырую российскую нефть начнут действовать с 5 декабря, но с некими исключениями. Сейчас же во время перехода работает льготный период. И некоторые страны этим начали активно пользоваться. Индийские нефтепереработчики сейчас раскупают российские баррели. И при продаже на них не будут действовать санкции. При условии, если эти баррели будут доставлены до 19 января. Именно на фоне приближения действий санкций, поставки российской нефти по морю подскочили к пятимесячному рекорду в начале ноября. Что составило 3,6 миллионов баррелей в день. Но это никак не спасает Россию от последующих убытков. Литва, Франция и Германия прекратили импорт сырой нефти еще несколько месяцев назад. А Польша в сентябре. Кроме этого, странами Большой Семерки, а также Австралии, в ближайшее время будет объявлен уровень граничных цен на поставку российской нефти. По предварительным данным, по таким неофициальным, эта цена будет на сегодняшний момент где-то порядка 55-6 долларов за баррель. 60 долларов за баррель. То есть это, ну напомню, что сегодняшняя цена барреля нефти где-то марки Брэнг 86-87 долларов. Если же нефть будет куплена выше этого потолка, то доступ к европейским и британским кораблям, страхованию и другим услугам российским нефтяным компаниям будет закрыт. По своей давней традиции, Россия сформировала схему обхода санкций. Недавно страна пыталась использовать теневой флот для своей нефти. По плану, с российского танкера в нейтральных водах перекачивали нефть в пустой танкер под флагом другой страны. Для этого и закупались многочисленные танкера, как и самой Российской Федерации, так и другими странами. Но эту схему для России недавно значительно усложнила Турция. Там с 1 декабря, за несколько дней до начала действий санкций, вводят необходимость подтверждения страхования танкеров, чтобы пройти через воды страны. До 1 декабря факт страхования подтверждался по умолчанию судовладельцам или капитанам корабля. Сейчас, с 1 декабря, необходимо будет письменное подтверждение страховой компании о проведении страхований в полном объеме. И тут для России начинаются новые проблемы. Основные страховые компании находятся в европейской и американской юрисдикции, ну, исторически. Страховые компании очень жестко следуют за курсом различного рода санкций. То нефтеналивной терминал в Новороссийске уже на сегодняшний момент терпит достаточно большие убытки, а с 1 декабря, я думаю, что он вообще начнет простаивать. Также тут важным остается момент с установлением граничащего потолка цен на российскую нефть. Россияне заявили, что они не будут продавать нефть по ценам, установленным G7. Вот и получается, чтобы пройти через Босфор, танкерам нужна страховка, а западные компании не будут выдавать страховку танкерам, если российская нефть была продана выше установленного потолка. Что же касается мирового рынка нефти и поисков аналогов, тут все очень просто. Свято место пусто не бывает. Если Российская Федерация будет выкинута с рынка нефти, этот рынок очень легко займет Саудовская Аравия, это займет другие крупные производители нефти. В то же время запрет на импорт уже нефтепродуктов из Российской Федерации, в частности дизеля, вступит в силу в феврале 2023 года. И за подсчетами последствия не заставят себя долго ждать. Самой глубокой точкой падения для российской экономики будет именно февраль-марс следующего года. К примеру, Китай уже частично приостановил закупку российской нефти в ожидании ценового лимита. А далее про историю на полтриллиона рублей. Такова цена перевода телефонов всех россиян на отечественную мобильную операционную систему. Ее назвали «Аврора». И с ее помощью Кремль якобы планирует избавиться от iOS и Android. Сделать этого, конечно, не получится. Многолетний провальный опыт импортозамещения тому в подтверждение. Однако, в чем сомневаться не приходится. В том, что украсть большую часть из тех самых 500 миллиардов рублей путинские изобретатели точно смогут. В России готовятся создать собственную мобильную операционную систему. Это как Android или iOS, только государственные. У меня даже в номере мобильного телефона цифр меньше, чем в сумме, которая выделяется на создание российской отечественной операционной системы «Аврора». Подробности мегапроекта. Кто на этом заработает, кто потеряет и как изменит жизнь простого россиянина новая мобильная экосистема. В распоряжении журналистов проект разработки российской операционной системы «Аврора». В ближайшие годы на это будет потрачено из бюджета 480 миллиардов рублей. Если на доллары перевести, то это получится где-то приблизительно 7,9 миллиарда долларов на развитие этой системы. Последствием развязанной Путиным войны в Украине стало массовое санкционное давление, в том числе мировых разработчиков операционных систем, которые существенно ограничили работу своих сервисов для простых россиян. Все боятся, что посредством iOS или Android операционной системы прослушивают американцы, департамент, британцы, страх, боязнь. И вот, скорее всего, под эту ехиду было анонсировано создание операционной системы. В то же время такая угроза не останавливает от пользования американскими гаджетами министра иностранных дел «Аврова». А вот Владимир Путин, как известно, вообще не пользуется технологиями 21-го столетия. В Российской Федерации давно уже сложилось такое мнение, уже больше лет 15, наверное, да, что все беды в России – это от Соединенных Штатов Америки, да, от проклятого Запада, который все навязывает, да, начиная от образа жизни, заканчивая едой и окружающими нас предметами. И вот у России было несколько попыток выскочить, да, как им казалось, из орбиты влияния западного мира, да, не пользоваться западными гаджетами. А я обращу ваше внимание, что Путин до сих пор не пользуется вообще никакими гаджетами. Ему внимание, внимание, наберите грудь воздуха, приносят распечатки из интернета. Сегодня на федеральном уровне принято решение обзавестись своей собственной государственной мобильной экосистемой. Как это будет работать, пока неизвестно, но первые полутриллиона на это выделить согласны, чтобы подключить в перспективе 70 миллионов абонентов. Если мы вернемся к мировой статистике продаж айфонов, да, продаж вообще смартфонов, мы увидим, что за 2021 год на первом месте в этом топе, да, в листе стоит компания Samsung, которая умудрилась продать за 2021 год порядка 270 миллионов смартфонов. Компания Samsung огромная, невероятно большая. Компания Apple на втором месте, там порядка 230 миллионов смартфонов. Ну и там вниз, 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 вниз. Если вот так вот смотреть на заявку со стороны Российской Федерации, то есть вот эти 70 миллионов смартфонов, да, выходит так, что сразу же вот этот российский продукт, да, под управлением операционной системы «Аврора» выйдет на шестое место в мире, да, по продаже, ну, по цифрам, обогнав «Хуауэй» и обогнав «Моторолу». То есть, ну, на секундочку, да, то есть такая заявка. Это не первый случай в истории, когда Россия пытается создать свой технологический прорыв. История умалчивает десятилетия провальных попыток утереть нос айфону. В 2013 году корпорация «Ростех» под руководством Виктора Чемизова браво отчитывалась перед тогдашним президентом еще Дмитрием Медведевым о том, что создают отечественный йотафон, да. И Дмитрий Медведев так еще вальяжно рассматривал, говорит, что там, Apple напрягся, да, потом там была следующая встреча, показывали, опять очередную там разработку, да, этого йотафона, какие-то невероятные нанотехнологии. Ну, сам Виктор Чемизов из «Ростеха», он сознался, что, говорит, ну, пока производим его в Сингапуре, детали все иностранные, отечественные только какие-то разработки. Ну, и это, я вам скажу, полная лажа. В России нет своих собственных разработок. Но в этот раз планы куда решительнее. И в первую очередь в своих собственных телефонах для граждан заинтересованы российские силовики. Это больше про правоохранительную сферу, про правоохранителей, про ФСБ, которые хочут иметь в распоряжении операционную систему, которую пользуются ее граждане, и у которой, у этой системы, есть, скажем так, черный вход, через который правоохранители, спецслужбы имеют, скажем так, беспрепятственный доступ заходить, проверять, контролировать, о чем думает человек, да, что пишет, даже какие черновики сообщения готовят, там, где-то лежат или в черновиках, не отправлены еще. То есть желание контролировать каждый шаг своих граждан. Известно, что новые российские гаджеты будут разрабатывать и собирать в Китае, так как технологической базы для производства в Федерации нет. И даже это не останавливает Кремль от идеи потратить более чем полтриллиона рублей налогоплательщиков на новую авантюру. Из-за войны в Украине даже некогда всесильные и богатейшие российские олигархи теперь все больше изгои. По крайней мере, в цивилизованных странах. В частности, ближайшим друзьям Путина, Ротенбергам и Тимченко больше совсем не рады в Финляндии. Почему и как названные спонсоры путинского режима все еще надеются заработать в Хельсинки? Показываем. Кельсинки – столица Финляндии. Здесь находится крупнейший стадион и одновременно концертная площадка в стране. В Харнтвал-арене помещаются до 15 тысяч человек. Там выступали мировые знаменитости, такие как Оззи Осборн и Элтон Джон. Именно здесь в 2007 году проводили Евровидение. И как ни странно, этим зданием владеют российские олигархи – Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Заложен хороший фундамент, очень хорошо поработали. Но из-за войны дела у миллиардеров идут очень плохо. Потому они приняли решение продать арену. Об этом сообщают финские журналисты. Мы должны быть готовы к любому повороту событий. Нужно уметь держать удар. Это не какое-то очередное их предприятие. Это очень важная для всей Финляндии и для них лично арена. Ее начали строить в 1994 году, специально к чемпионату мира по хоккею. В 1997, 2003, 2012 в эти годы именно на этом стадионе проходил чемпионат мира по хоккею. Здесь проводили соревнования по картингу, чемпионат мира по фигурному катанию, дважды чемпионат мира по флорболу и трижды мировой рестлинг. Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберге приобрели стадион в 2013 году, а заодно и часть акций базирующегося там хоккейного клуба. Я очень хорошо отношусь к Европе. У меня есть огромное количество друзей в Европе. Мне понятен контент, что там происходит. Уже через год братья продали арену Роману Ротенбергу, сыну Бориса Ротенберга. Это наш семейный бизнес, который остается в семье. Просто происходит постепенная смена поколений. Поэтому замена собственника арены и клуба в большей степени формальна. На деле в нашей работе ничего не меняется. Продажу арены российским олигархам пытались оспорить, однако безуспешно. Сам Тимченко заявлял, что приобретение дворца спорта с командой – это хорошая инвестиция и вклад в развитие континентальной хоккейной лиги. Я бы хотел сказать самое, пожалуй, главное. Это то, что мы считаем в лиге, что сильная лига – это сильная сборная. Именно покупка стадиона в Хельсинки больше была связана с бизнесом. Издание «Новая газета» опубликовало статью, где сообщило, что в этой сделке более ценные финансовые перспективы. Современная арена, только что принимавшая два подряд чемпионата мира, с точки зрения раскрутки и увеличения прибыли, комплекс вполне перспективный. И вот буквально на днях стало известно, что этому финскому бизнесу олигархов конец. Местные СМИ сообщают, что с начала войны в Украине и введение санкций против России арена пустует. Организаторы мероприятий попросту не проводят их в Харнквалл-арене. Бизнес – это то, что является фундаментом для отношений между странами. Владельцы дворца спорта уже провели свое последнее собрание, на котором сообщили о продаже. На общем собрании в пятницу управление проинформировало остальных владельцев компании о том, что продажа акций российских бизнесменов проходит приемливо. Но подобную сделку совершить непросто. Все сильно усложняют санкции. Мэр Хельсинки заявил, что на это потребуется разрешение Министерства иностранных дел, и они уже держат ситуацию на контроле. Но на что бы там миллиардеры не надеялись, многие экономисты сходятся во мнении, что Ротенберги и Тимченко не увидят денег с этой сделки. Как минимум до окончания войны. Из-за санкций деньги от продажи не могут быть выплачены им напрямую. По экспертным оценкам сделка могла быть осуществлена только таким образом, что деньги были перемещены на замороженный счет, который возможно будет разблокирован после окончания войны. Олигархи продают свой бизнес, и по сути ни у кого даже нет уверенности в том, что они когда-то получат эти деньги. Вот к чему приводит пособничество войне. Тимченко и Ротенберги теряют миллиарды уже имеющегося состояния, и миллиарды, которые еще могли бы накопить. Они, ровно как и российское правительство, будут еще долго расплачиваться за содеянное в Украине. Кто делает россиян беднее, воруя и спуская миллиарды на войну. Смотрите нас по вторникам и пятницам в 16.30 в эфире телеканала Freedom.